Андрей Борисович Зубов, российский историк, религиовед и политолог, доктор исторических наук, бывший профессор МГИМО, был первоначально уволен в марте 2014 года за выражение в прессе мнения, шедшего в разрез с внешнеполитическим курсом России. Однако это решение было отменено 11 апреля, в конечном счете уволен из университета 30 июня 2014 года после истечения срока контракта, член Синодальной Библейско-Богословской комиссии и член Комиссии по вопросам взаимодействия Церкви, Государства и Общества Межсоборного Присутствия и РПЦ, один из авторов основ социальной концепции Русской Православной Церкви, Глава комиссии по вопросам народного образования, науки, культуры, религии и исторического наследия Партии Народной Свободы, биография, в 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений, в том же году начал работать в Институте Востоковедения РАН, в 1978 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме опыт исследования парламентской демократии в Таиланде. В 1989 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме парламентская демократия и политическая традиция Востока, а с 1988-1994 года преподавал историю религии в Московской Духовной Академии, где имел звание доцента. С 1994 по 2012 год заведующий кафедрой религиоведения, философии вероучительных дисциплин философско-богословского факультета Российского православного института СВ Иоанна Богослова. В 2001 году уволился из Института Востока ведения РАН и перешел работать в МГИМУ, был профессором кафедры философии МГИМУ, а также возглавлял в качестве генерального директора университетский центр церковь и международные отношения научная деятельность. Первоначально специализировался на изучении вопросов политической истории Таиланда парламентаризма в странах Востока под влиянием В. Семенцова стал заниматься проблемами религиоведения и истории России. Уволен за критику действий российского правительства на Украине и в Крыму. Однако комиссия Совета при президенте РФ по трудовым правам признала увольнение незаконным, владеет английским, тайским и французским языками. История России, 20 век. Андрей Борисович Зубов. Ответственный редактор Духтомника. История России, 20 век. Авторский коллектив объединяет более 40 авторов из России и зарубежья. Проект изначально создавался под руководством А. и Солженицына, но затем Солженицын дистанцировался от него. Концепцию книги А. Б. Зубов представляет следующим образом. Оценки работ полемика вокруг книги История России, 20 век. Книга История России, 20 век. Ответственным редактором которой выступила. Б. Зубов. Получила положительную оценку целого ряда историков и общественных деятелей. Председатель президиума СВОП Д. Пол Н. Декан факультета мировой экономики и мировой политики Г. Уф. Ш. Профессор. Председатель клуба Валдай. С. А. Караганов сказал о нем. Заведующий кафедрой философии МГИМО Д. Фил. Н. Профессор А. В. Шестопау так оценил книгу. Архиепископ Виленский и Литовский Иннокентий на страницах журнала Московской Патриархии так отозвался о книге доктора исторических наук Михаил Фролов и Владислав Кутузов, доценты Ева Ильины В. Василий крайне критически оценили том учебника История России. Х. В. В. 1939-2007. Отметив, что критериям научного исторического исследования он не соответствует, проректор МГИМО по научной работе, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМОА, и подберез кинный руководитель дирекции информационно-издательских программ МГИМОА. Серегин в своем комментарии по поводу презентации книги, размещенном на официальном сайте МГИМО, подчеркнули, что издание не имеет никакого отношения к МГИМО и его специалистами не рецензировалось, отметив, что в наши дни в политических и научных кругах особенно остро стоит вопрос о фальсификации российской истории, наносящей ущерб интересам России. Авторы комментарии указывают на вскрывшиеся существенные изъяны в освещении и оценке событий предвоенной истории, в частности, роли мюнхенского сговора. В заключении авторы пишут, 26 апреля 2010 года в журнале «Эксперт» вышла статья «История фальсификатора», посвященная книге «История России, XX век» и Абазубову. 6 июня 2011 года судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда обязала редакцию журнала «Эксперт» опубликовать опровержение сведений, несоответствующих действительности и поручащих деловую репутацию Зубова. Б. Полемика с Аверинцевым в 1993-1994 годах в журнале «Континент» состоялась примечательная полемика между А.Б. Зубовым и филологом-академиком С.С.Аверинцевым о христианском осмыслении истории. В отклике на статью Зубова «Пути России» Аверинцев выразил несогласие с используемой зубовым дихотомической схемой и в демонизм – сатерия. Кроме того, он не согласился с утверждением, будто в 1941 году граждане СССР почти поголовно верили Сталину, готовы были умереть за него. Зубов ответил Аверинцеву статьей «Опыт метанои», в которой он высказал резко критическое отношение к фигуре генерала Власова. Дискуссия Зубова и Аверинцева была включена журналом «Континент» в избранное «Континента» за 1992-2011, что дополнительно подчеркивает ее значимость. Позднее Зубов кардинально изменил отношение и к проблеме Власова и к характеристике войны, как отечественной. Критика комментариев Зубова о Второй мировой войне В мае 2015 года на сайте The Insider была публикация Ольги Горелик с комментариями Андрея Зубова и Николая Сванидзе «Семи главных мифов о войне», в которой авторы критикуют набор тезисов, названных наиболее распространенными мифами о Второй мировой войне. Военная история Григорий Пернавский указал на большое, по его мнению, количество фактологических ошибок и оценил эту публикацию как непрофессиональную и пропагандистскую общественную и церковную деятельность. Православный христианин, по собственным словам А. Б. Зубова, к вере его привел В. Семенцов, который также был крестным отцом его старшей дочери Ксении и старшего брата Андрея. Крестился в Лазарево в субботу 1978 года. После девяти месяцев оглашения крестным отцом был протеерей Валентин Асмус, член Союза писателей Москвы, член редакционной коллегии журнала «Континент». В 1998 году награжден премией фонда «Знамя», координатор общественного комитета «Преемственность и возрождение России», целью которого является восстановление правового и культурно-исторического преемства с дореволюционной Россией как основой ее возрождения. Прихожане начтятся в храме Рождества Богородицы в Крылатском, один из авторов основ социальной концепции Русской Православной Церкви. В 1999 году в ходе внутрецерковной дискуссии, предшествовавшей канонизации Николая II А. Б. Зубов выступил против причисления последнего русского царя к лику святых. 27 декабря 2000 года решением Священного Синода включен в состав делегации Русской Православной Церкви на двустороннее собеседование по церковно-общественной тематике с Армянской Апостольской Церковью, прошедшей от 12 до 16 февраля 2001 года в Ичмиадзине. 16 июля 2005 года решением Священного Синода включен в Синодальную рабочую группу по разработке концептуального документа, излагающего позицию Русской Православной Церкви в сфере межрелигиозных отношений. 26 марта 2006 года в Иоанно-Предсеченском соборе РПЦЗ в Вашингтоне вместе со священником Георгием Эдельштейном был участником встречи, посвященной проблемам восстановления общения между Русской и Зарубежной Церковью и Московским Патриархатом. Член Народно-Трудового Союза Российских Солидаристов с 2003 года, член Совета НТС с мая 2006 года до апреля 2008 года, председатель Исполнительного бюро НТС, член Редколлегии журнала «Посев». 6 марта 2008 года на вечере по случаю 15-летия Российского Православного Института награжден орденом преподобного Сергия Радонежского трех степени. 29 июня 2009 года распоряжением Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла включен в редакционный совет и редакционную коллегию по написанию учебника и методических материалов по учебному курсу «Основы православной культуры для средней школы». 27 июля 2009 года решением Священного Синода включен в состав Межсоборного присутствия, тогда же включен в состав Синодальной Богословской комиссии. 29 сентября 2009 года участвовал в конференции «Религия и политическая культура» в Риме, организованной по инициативе Папского Григорианского университета и фонда Одинуэра. Выступил с докладом, где рассказал о пути, к которой прошли отношения церкви и государства в России в 20 веке. В марте 2012 года выступил в прессе в связи с делом Пусси Райт. По его мнению, наказание участницам группы было неадекватно жестким и даже в Российской империи к подобным поступкам относились снисходительней. После референдума о статусе Крыма в марте 2014 года выступил с резкой критикой вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. В статье «Эншлюз» без кавычек историк, в частности, писал, нынешняя Россия – государство слабое в военном отношении и абсолютно провальное в экономическом. Никакого реального противодействия над от него ждать не приходится. Затеянный Москвой Эншлюз Крыма на поверку окажется бессмысленной авантюрой. В сентябре 2014 года подписал заявление с требованием прекратить агрессивную авантюру, вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на юго-востоке Украины. В начале октября 2014 года опубликовал в газете «Ведомости» статью «Крым наш», содержащую обширные экскурсы в историю Крыма и заканчивающуюся призывом. На наш взгляд, он требует отказа от претензий на владение этой землей и возвращения к воле людей, живущих здесь, которая должна определять ее судьбу. Не вошел в новый состав межсоборного присутствия, утвержденный 23 октября 2014 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви. Весной 2016 года заявил о своем участии в выборах в Госдуму 2016 года от партии «Народной свободы». Он опубликовал собственную политическую программу среди 12 пунктов, в которой центральное место занимает тезисы о десоветизации российского общества. Увольнение Сингема 1 марта 2014 года Зубов опубликовал в «Ведомостях» статью, критикующую политику России в отношении Крыма. Автор сравнил действия России с Анш-Люсом Австрией и Третьим Рейхом в 1938 году. Руководство МГИМО предупредило его о возможном увольнении из-за неуместной и оскорбительной исторической аналогии. В СМИ появилась информация об увольнении Зубова, но ректор университета А.В. Таркунов заявил, что профессор продолжает работать в ВУЗе. Зубов, в свою очередь, сообщил, что ему было недвусмысленно сказано об увольнении и были приняты соответствующие шаги в институте. Но массовое возмущение, которое возникло в России и мире по этому поводу, заставило отыграть назад. Историку вынесли глубокое порицание за статью и сказали, что он может продолжать преподавать. В последствии выяснилось, что Зубова все же уволили из МГИМО. По сведениям дочери профессора, это произошло 4 марта 2014 года. Русская служба BBC сообщила об увольнении. 24 марта в этот же день на сайте ВУЗа появилось официальное сообщение о Зубове. В.Б.Б.С. Из МГИМО уволен профессор Андрей Зубов. Сам историк объясняет свое увольнение давлением со стороны высшей исполнительной власти России. Кто-то очень хотел, чтобы меня уволили немедленно, ведь у меня 30 июня истекает контракт и можно было это сделать совершенно без всякого скандала. Просто не продлить контракт и все. Как я знаю, ректор был вообще против увольнения, он всячески сопротивлялся моему увольнению. Это был приказ Кремля. Как мне сообщили неофициально, естественно, доказать я это не могу. Представители российской научной общественности выпустили ряд обращений в защиту Зубова. Профессор также сообщил о неформальной поддержке со стороны коллег. Ни один человек в ней высказывал, зато очень многие подходили, жали руки и говорили, что они со мной согласны. Понятно, что боятся высказывать это публично. С другой стороны, Зубов признал, что данное увольнение – большой удар по его преподавательской карьере, так как в МГИМО сотрудники работают по контрактной системе. Если бы они решили не продлять, я бы мог уйти куда угодно. Но если я уволен по этой статье, меня ни одно учебное заведение больше не примет. Это как каиновая печать, говорит профессор. Восстановление комиссии Совета при президенте РФ по трудовым правам признало увольнение незаконным. Согласно выводу комиссии, приказ об увольнении Зубова не соответствует положениям ст. 1, 2, 6, 13, 15, 29, 44. Конституция РФ ст. 3, 81, 192, 193, 336 Трудового кодекса РФ ст. 47ФЗ об образовании. 11 апреля 2014 года решение об увольнении А. Б. Зубова было отменено. В официальном заявлении руководством ГИМО говорится следующее. В университет поступило уведомление Территориальной избирательной комиссии района Хамовники города Москвы номер 110. Ку. 10 апреля 2014 года о членстве А. Б. Зубова в участковой избирательной комиссии 161-го избирательного участка Московской городской избирательной комиссии по району Хамовники. Согласно пункту 19 СТ, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года номер 67ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, члены избирательных комиссий не могут быть уволены по инициативе администрации в период исполнения ими соответствующих полномочий. Не меняя ранее данные оценки нарушения положения об основных принципах корпоративного поведения, ректоратам принято решение приказ номер 649К А. 24 марта 2014 года об увольнении Зубова А. Б. отменить. 30 июня 2014 года истек срок контракта А. Б. Зубова в МГИМО на новый срок контракт продлен не был, в связи с чем историк был уволен из университета. Семья. Отец. Борис Николаевич Зубов. Кораблестроитель. Контрадмирал. Начальник управления Министерства судостроительной промышленности СССР. Мать Ия Евгеньевна Зубова. Была доцентом кафедры общей химической технологии. Окончила Менделеевский институт. Защитила кандидатскую диссертацию. Ее родители имели усадьбу в Витебске. Дед по матери Евгений Петрович. Окончил Московское коммерческое училище и был служащим в банке коммерческого кредита. В советское время работал в бухгалтерии в Министерстве пищевой промышленности. Бабушка по матери Шушантер Хачатурян. Армянка. Окончила Строгановское центральное училище в Москве. Брат Сергей. Старшая Андрея на 8 лет. Двоюродный брат Евгений Савастьянов. Супруга Ольга Игоревна Зубова. Кандидат исторических наук. Ученый-египтолог. Дети. Ксения Ирина. Дарья. Даниил. Зять. Граф Бабринский. Николай Алексеевич. Юрист. Международник. Журналист и публицист. Основные работы. Автор пяти монографий. Около 150 научных и публицистических статей. В том числе книги «Парламентаризм в Таиланде». Опыт исследования современного восточного общества методом анализа избирательной статистики. М. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1982. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М. Наука. Главная редакция восточной литературы. 1990. Лейрозия дел Норд и Орешиа дел Каос до полимпера Советика. Эд. Сан-Паула. Терин. Милано. 1994. Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная задача и политическая цель. М. Грубо Груз. 1997. История религии. Каэн. 1. Доисторические и внеисторические религии. М. Планета детей. 1997. Подред. Зубова. История России. 20 век. М. А. С. Т. 2009. Некоторые статьи. Пути России. Континент. Номер 1. 1993. Републикация. Избранная. Континента. 1992. 2011. Континент Номер 148. 2011. Опыт MetaNovy. Континент Номер 3. 1994. Републикация. На морали стоит социальный мир и статья Азубова Опыт MetaNovy. Избранная. Континента 1992. 2011. Континент Номер 148. 2011. Европа и мир. Континент Номер 1. 1995. Републикация избранная. Континента. 1992-2011. Континент. Номер 148-2011. Будущее российского федерализма. Знамя. Номер 3. 1996-й год. Если бы от мира сего было царство мое. Знамя. Номер 10. 1997-й год. Единство и разделение современного русского общества. Вера. Экзистенциальные ценности и политические цели. Знамя. Номер 11. 1998-й год. 40 дней или 40 лет. Новый мир. Номер 5. 1999-й год. Христианство и культура. Знамя. Номер 10. 1999-й год. Политическое будущее Кавказа. Опыт ретроспективно сравнительного анализа. Знамя. Номер 4. 2000-й год. Переписка из двух кварталов. Новый мир. Номер 8. 2001-й год. Россия. 1991-2001. Победа и поражение. Знамя. Номер 8. 2001-й год. Проблема монотеизма и политеизма в религии Древнего Египта. Сборник Египета. Христианство. Москва. 2004. Ислам и христианство. Проблемы. Диалога. Континент. Номер 119-2004. Размышления над причинами революции в России. Опыт 18-го столетия. Новый мир. Номер 7 за 2004 год. Размышления над причинами революции в России. Опыт 18-го столетия. Окончание. Новый мир. Номер 8 за 2004 год. Циклы русской истории. Вопросы философии. Номер 3. 2005 год. Размышления над причинами революции в России. На грани веков. Царствование Павла I и начала царствования Александра Благословенного. Новый мир. Номер 7. 2005 год. Почему не воплотились бессмысленные мечтания. Посев. Номер 12. 2005 год. Размышления над причинами революции в России. Царствование Александра Благословенного. Новый мир. Номер 7. 2006 год. Дом смерти предназначен для жизни. Посев номер 7. 2006 год. В сети аудиозаписи лекция Б. Зубова по религиовидению. Восточноевропейские послесоветские пути возвращения к плюралистической государственности. Публичные лекции Полит.ру. 3 сентября 2009 года. 4 ноября 2009 года. Блока Зубова на сайте Грани.ру.